Мы продолжаем нашу серию об Америке, о концепциях и идеях, которые важны для того, чтобы наша страна оставалась местом свободы. Сегодняшняя проповедь называется «Америка на Бога уповаем». «На Бога уповаем» — это девиз нашей нации. Впервые эта фраза появилась на двухцентовой монете в 1864 году. А закон был принят в июле 1955. В 1955 году по решению 48 конгрессменов, а также при поддержке президента Эйзенхаура, вышло постановление, что фраза «На Бога уповаем» должна быть на всех американских деньгах. Это очень хорошее решение. Историки говорят, влияние нашей страны было установлено не нашей армией, а нашей экономикой. Поэтому мне кажется не случайным, что на долларах написано «На Бога уповаем». Также из истории нашей страны мы знаем, что Бог из нашего национального девиза — это Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог из Библии. Было бы нелепо полагать, что президент Эйзенхауэр имел в виду Будду или Мухаммеда, или еще кого-то. В США доминировало иудейско-христианское мировоззрение. И именно благодаря библейским взглядам в этой стране расцвела терпимость, которая на самом деле хорошая вещь. Да, мы сборная солянка из многих народов и многих религий. Когда мы говорим, что мы христианская страна, это не подразумевает, что тут живут только христиане. На самом деле здесь огромный ассортимент различных религий, к которым относятся с уважением. Но система ценностей, характеризующая нашу страну, наша юридическая, образовательная и судебная системы, наши основополагающие идеи и принципы были взяты из иудейско-христианского мировоззрения. Кстати, генерал Эйзенхауэр, перед тем, как стать президентом, написал письмо своим войскам перед вторжением в Европу. И последними словами в том письме были «Давайте просить благословения всемогущего Бога в этом великом и почетном деле». Он понимал, что исход тех событий зависел от всемогущего Бога, а не только от подготовки бойцов. А вы знали, что после событий 11 сентября американское библейское общество распространило более миллиона библий по всей стране? Не говоря уже об электронных библиях, если вы покатаетесь по нашей стране, из города в город, из поселка в поселок, из деревни в деревню, в каждом из этих мест вы найдете церкви. На Бога уповаем, это несомненная часть нас с вами. Это наше наследие. Вопрос в том, как это поколение передаст это наследие дальше. Это утверждение о нашей стране куда более уникальное, чем мы осознаем. Сегодня в Саудовской Аравии, в дружественной нам стране, нет ни одной церкви. А христиане и церкви в Афганистане находятся сегодня в условиях осады. Там такое собрание было бы невозможным. По всему Ближнему Востоку христиане терпят гонения и лишения. В последнее время ведется много разговоров о коммунизме и социализме. Так вот, коммунистический режим агрессивно подавлял христиан и церкви. В Советском Союзе, в Китае, на Кубе. Закрытие церкви и закрытые в тюрьмы христиане были обычным делом. За последние несколько лет мы развили странную тенденцию искать промахи и ошибки в нашей истории, находить самые темные страницы этой истории, а потом пересказывать их. Но при этом мы весьма неохотно признаем все хорошее, чего достигли американцы. Смею заметить, что это плохая тенденция. Я считаю, что это нездравое и несправедливое отражение истории. Например, я люблю людей. Все мы — носители образа всемогущего Бога, и у каждого человека есть достоинства. Все мы очень разные, но если вы будете слушать истории только о зверствах, совершенных людьми, обо всех серийных убийствах, о насильниках, о ворах и других аморальных людях, мы придем к выводу, что люди неисправимы. Так вы решите, что все люди ужасные? Это очень деструктивный взгляд на людей, жизнь или нашу историю. Нам нужно быть более внимательными. Правда в том, что мы живем под властью, под Божией и под гражданской. У каждого из нас двойное гражданство. Я не имею в виду, что у вас больше одного паспорта, но при этом у вас двойное гражданство. Например, у вас есть гражданство в этом мире, в какой-то стране. Я гражданин этой страны. У меня есть синенький паспорт. К нему прилагаются определенные права и обязанности, привилегии и то, за что придется отвечать. Но еще я гражданин Духовного Царства, и вы тоже. Если вы никогда не задумывались об этом Духовном Царстве, вы гражданин Царства Тьмы. А если вы имеете откровение об Иисусе из Назарета, признали Его как Мессию и решили служить Ему, то Библия говорит, что тогда с нами происходит что-то сверхъестественное. Мы рождаемся в вечное Царство Бога. Каждый из нас имеет двойное гражданство. Это очень важная идея, с которой мы должны жить. И вы имеете обязанности в обоих сферах. Я люблю эту страну, но она всегда уступает моему главному приоритету — стремлению угождать Богу. Иногда нам сложно разобраться в этих двух понятиях. Я не призываю вас к крайнему национализму, когда вы используете веру, чтобы одобрять любое поведение, демонстрируемое людьми. Также я не говорю, что все, что разрешено в этой стране, приемлемо для Бога. Есть вещи, разрешенные, но крайне безбожные. Вот в чем задание Церкви. В том, чтобы истина Божия влияла на культуру, в которой мы живем. В какой бы культуре мы ни жили, у нас все равно остается ответственность перед Царством Божьим отстаивать его принципы. А игнорировать эту ответственность, оправдываясь тем, что в этой стране это законно и приемлемо, значит игнорировать свое задание. Также следует заметить, что наша духовная власть не определяется расой или национальностью, или любой другой характеристикой, кроме нашей духовной принадлежности. В Евангелии от Иоанна 8 главе 44 стихе сказано, Иисус обращается к группе иудейских лидеров. Они родились в правильных семьях, у них правильные религиозные правила, они имеют завет с Богом, они читают правильные писания, отмечают правильные праздники, они знают истории о Боге. Но послушайте, что говорит им Иисус. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти вашего отца. Он был человекоубийцей от начала, и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». И как вы думаете, как отреагировали слушатели Иисуса? Да, они не были в восторге. Иисус сказал, «Ваш отец дьявол, а он отец лжи, а вы ничем не лучше». Но при этом они были людьми завета, они принадлежали к правильной группе, делали все правильно, но Иисус отмечает другую власть в их жизни, духовную. Мы тоже об этом иногда забываем. Понимаете? Свободы достались нам не от правительства, а от Бога. Мы обманываем себя, когда думаем, что все блага в нашей жизни пришли благодаря политическим решениям, правильным политическим союзам, или принятым законом, ну или еще чему-то, что произошло в нашей стране. Но в реальности, лучшее в нашей жизни пришло от всемогущего Бога. А если мы будем служить Ему как Господу и Царю, то все эти вещи перейдут и следующему поколению. Мы с вами наследники чего-то уникального. Такого еще не было никогда, чтобы страна решила жить в согласии со всемогущим Богом. Мы не просто чисто христианская страна. Правительство не диктует нам, где и как поклоняться. Мы группа людей, решившие почитать Бога. Из-за этого мы видели множество пробуждений в нашей стране, потому что они были нам нужны. Мы сбивались с курса. Мы не первое поколение, погрешшее в аморальности, эгоизме, и грехе в церкви. Это часть нашей истории. Но Бог по Своей милости изливал Свой Дух. И мы смирялись, пекаялись. Внутри нас снова поднимался страх Божий. И мы отбрасывали в сторону все нечестие и заново посвящали себя Богу ради наших детей. Это наше главное задание, и я думаю, что Бог снова пробуждает нас. В Евангелии от Матфея 8 главе есть одна история. Я знаю, что мы уже обсуждали ее, но она прекрасно подходит к теме власти. Иисус находится в Капернауме, в городе, где находилась штаб-квартира и его служение. Он переехал из своего родного города в Капернаум. Это рыбацкий поселок на северном берегу Галилейского моря. Ничем не примечательное место, кроме того, что оно находилось на одной из римских дорог. Галилейское море было самым большим источником пресной воды в том регионе. То есть Иисус перевел свое служение туда, где был большой поток людей и путешественников из разных стран. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, «Господи, слуга мой, лежи дома в расслаблении». И жестоко страдает. И Иисус дает весьма странный ответ. Он говорит, «Я пойду и исцелю его». До этого Иисус не проявлял интереса к тому, чтобы помогать кому-то, кроме людей завета. Когда к нему пришла женщина-серафиникиянка и просила помочь ее дочери, он ответил, «Неправильно брать хлеб, у детей отдавать собакам». И когда приходит римский сотник, вы ожидаете, что Иисус отошьет и его. А Иисус говорит, «Я пойду и исцелю его». Просто удивительная история. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь, мой, но скажи только слово, и выздоровеет, слуга мой». А вот и центральная мысль. «Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему, сделай то, и делает». Затем сказано, «Когда Иисус услышал это, он был потрясен». Потрясающая вера обнаружена в сердце римского сотника. «Как неожиданно, когда он говорил с религиозными лидерами в Иерусалиме, то сказал, «Ваш отец – дьявол, а у этого сотника была такая вера в Бога, которая потрясла нашего Господа». «Я сам не прочь иметь такую веру, а вы? Вы бы не хотели, чтобы, глядя на ваше сердце, Иисус сказал, «Вы это видели? Вы понимаете, о чем я?» Сотник сказал, что он человек подвластный, «Он был под гражданской властью, под властью римской армии и самого Цезаря». Был определенный свод правил, который управлял его жизнью. Он понимал, что такое власть, и он распознал в Иисусе, он получил откровение. Все, что мы знаем об Иисусе, пришло к нам через откровение. Это не пришло к нам благодаря нашему уму или нашим добрым делам. Благодать Божия открывает всем нам Иисуса. Этот человек имел понимание, которое должно было прийти от Бога. Он говорит, «Я человек подвластный и знаю, что такое власть, и я распознал власть в тебе, но не гражданскую, а духовную. Если ты просто скажешь слово, мой слуга будет исцелен». Я считаю, что мы не имеем должного понимания духовной власти. мы думаем, что наше будущее зависит от гражданских властей. Да, эта власть имеет влияние на нашу жизнь, и я этого не умоляю. Я лишь пытаюсь сказать, что люблю нашу страну за веру, которую она поддерживала. Я не говорю, что наш путь был идеальным, и мы все решения принимали правильно. Мы все еще пытаемся найти свой путь. Нам нужно влияние Слова Божьего, водительства Святого Духа и власти Иисуса в нашей жизни. Но тот факт, что нам не хватило смелости отстаивать все эти вещи на публичной арене, говорит о том, что мы постепенно уходим под авторитарный контроль. Но если найдем смелость, чтобы подчинить наши сердца и жизни, господству Иисуса и Слова Божьего, а также отложить в сторону то, что диктует нам наш эгоизм, мы обретем свободу, которая повлияет не только на нас, но и на следующее поколение. Но для этого у церкви должна быть другая реакция, и мне кажется, что Бог пытается пробудить нас. Я считаю, что мы можем научиться уповать на Бога. Это не то, что приходит к нам интуитивно или автоматически и не остается с нами навсегда. Понимание, как уповать на Бога, не приходит от того, как долго вы ходите в церковь. Оно не приходит от того, что родители водили вас в церковь. Оно начинается с решения вашим сердцем. Самый важный аспект вашей веры это решение вашей воли. Оно важнее, чем эмоциональная реакция. Бог создал нас с чувствами, которые обогащают нашу жизнь, но с волей дело обстоит сложнее. А воля — это выбор, который вы делаете. Эмоции подпитывают это, но упование на Бога начинается с... 19-й Псалом говорит об этом. Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебя имя Бога Якова, да пошлет Он помощь тебе из святилища и поддержит тебя Сиона. Да вспомнит Он все жертвы твои, все сожжения твои примет. Мне нравятся эти слова. Я даже хотел бы провозгласить их над вами. Можно? Вы принимаете их, да? Вам нужно осознанно принимать то, что Бог имеет для вас. А не просто ждать чего-то там. Я хотел бы произнести эти слова над вами. Может, вы даже поднимете свои руки вверх и закроете глаза, а если вы пришли с кем-то, то можете взяться за руки, а вы можете провозглашать это над своей семьей. Да ответит Господь тебе в день печали, да хранит тебя имя Бога Якова, да пошлет Он помощь тебе из святилища и поддержит тебя Сиона, да вспомнит Он все жертвы твои, все сожжения твои примет. Аминь. Далее сказано, да даст Он тебе то, чего ты желаешь, и исполнит все твои намерения. Мы будем кричать от радости о твоей победе и поднимем знамена во имя нашего Бога, да исполнит Господь все твои просьбы. Теперь я знаю, Господь спасает Своего помазанника, отвечает Ему со святых небес Своих, спасающий силой Своей правой руки. Кто хвалится колесницами, а кто конями, мы же хвалимся именем Господа нашего Бога. Это наше будущее, если мы будем уповать на нашего Господа Бога. А мы привыкли уповать на многое другое. Конечно же, не на колесницы и коней, это из другого поколения, но мы уповали на нашу армию, на нашу экономическую мощь, на политических лидеров. И, возможно, Бог использовал что-то из этого, чтобы принести свое избавление. Но основанием нашего упования должен быть Бог неба и земли, и нам нужно научиться больше доверять Ему. Периоды шторма и неразберихи очень важно уметь доверять Богу. Хочу перечислить вам несколько вещей, которые являются частью этого процесса. Для возрастания, Господи, вам важно знать истину. В Евангелии от Иоанна, 8 главе, 32 стихе, сказано, «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». То есть, чтобы иметь свободу, нужно знать истину. Ее нужно ценить и принимать. Во второй главе притчи сказано, «Сыной, если ты примешь слова Мои, то есть все начинается с принятия, но затем нужно хранить или собирать эти слова, запоминать их, хранить их в своем разуме, обратив свое ухо к мудрости и склонив свое сердце к пониманию. Если будешь взывать разуме и призывать понимание, если будешь искать его как серебра и разыскивать словно клад, так как же узнать истину? Если вы ищете ее, если вы храните и накапливаете ее, если вы размышляете над ней, не относитесь к ней легкомысленно. Должен ли я читать Библию? Нет, не должен. Ты никому ничего не должен. Это твой выбор. Но если вы хотите расти в Господе и поддерживать свою веру, то вам нужно читать Библию. Мы относились к этому слишком легкомысленно. Мы были равнодушными. Ладно, пойду в церковь, послушаю проповедь. Но есть большая разница между тем, чтобы послушать проповедь и знать Слово Божие. Всю свою жизнь я готовлю проповеди, но это остается правдой. Я хочу помолиться за вас. Потому что наше время подошло к концу. Кому-то из вас нужно пережить Бога. Тут есть люди, которым нужно чудо. Возможно, кому-то из ваших близких нужно чудо. Но только Божья рука может принести приемлемый результат. Я хочу помолиться с вами. Я верю, что Бог восстанавливает и исцеляет. Он может освободить нас от привычек и разных зависимостей. Он может избавить нас от ошибок прошлого. Креста, Иисуса Христа, достаточно. Крови Иисуса, достаточно. Я не против медицины или докторов. Я за них очень благодарен, за их подготовку и жертвы, на которые они идут ради того, чтобы помочь нам. Если вы не говорите спасибо этим людям, то начните это делать. Но это не умаляет моей уверенности в Бога. Я благодарен за силу нашей экономики, но я полагаюсь не на нее, как на гарант моего будущего. Но если вам сегодня нужно чудо или кому-то из ваших родных нужно чудо, то я попрошу вас подняться. Это не займет много времени. Если вы смотрите нас из дому, встаньте с дивана, пожалуйста. Господь все знает, и это важно. Не сидите в развалку, поднимайтесь. Пора молиться. Наш Бог – целитель и избавитель. Отец, мы приходим к тебе во имя Иисуса. Аминь. Аллилуйя. Молимся друг за друга. Ничего не скрыто от себя. Ты знаешь все. Все детали, все диагнозы, все зависимости и все промахи. Пусть твоя сила принесет нам свободу и целостность во имя Иисуса. Слава тебе, Отец. Мы очень слабые, но ты силен. Когда нам угрожают, мы стоим в твоей смелости. Поэтому дай нам свою смелость. Смелость не только для себя, но и для того, чтобы нести надежду о воскресшем Христе, нашему миру. Слава тебе. Мы благодарим тебя. Спасибо, что ты делаешь так, что даже доктора удивляются. Спасибо за открытые двери там, где они были закрыты. Спасибо за надежду. В безнадежных ситуациях пусть сила Божия сойдет на нас так, как никогда раньше. Слава тебе за это. Во имя Господа Иисуса. Мы молимся и верим вместе. Аллилуйя. Субтитры делал DimaTorzok и о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Привет, это пастор Аллен. Я хочу поблагодарить вас. Спасибо за ваши молитвы, за ваши сообщения, за вашу щедрую поддержку. Для меня честь вместе с вами в это время превозносить имя Иисуса. Это привилегия для всей команды нашего служения. Я верю, что мы живем в очень важное время в истории церкви. Бог сотрясает эту землю, и мы видим доказательства всего этого по всему миру. Перед нашей нацией возникают беспрецедентные вызовы, а также экономические трудности. Наши границы открыты, в политике путаница. Наш народ разделился так, как никогда. И посреди всего этого есть огромная нужда в истине. Мы не знаем, кому можно доверяться. Основания уходят у нас из-под ног. И в это время Божья истина важна, как никогда. Роль церкви, я говорю не о конкретной церкви или деноминации, а о церкви с большой буквы. Люди Божьи должны принять истину Божью и смело провозглашать ее в это время. Это изменит наше будущее. Спасибо за то, что стоите вместе с нами в это время. Нам это очень ценно. Щедрый друг нашего служения сделал нам интересное финансовое предложение. Он пообещал удвоить каждый доллар, который будет посеян в это служение до Нового года. Благодаря этому в 22-м году мы сможем нести Евангелие еще дальше. Весь этот год у нас были новые возможности, и мы приходили в новые города через радио, телевидение и печатное издание. Мы пытались реагировать на изменения вокруг нас верой и смелостью, но думаю, что мы еще не закончили. Только измененные Богом сердца людей принесут нам хорошее будущее. И вместе мы можем быть с партнерами и следить за тем, как имя Иисуса превозносится. Заранее благодарю вас за вашу щедрость, за ваши молитвы и за вашу поддержку. Пусть имя Иисуса вознесется над нашей стороной. Каждое пожертвование, отправленное нам, будет удвоено нашим спонсорам. А если вы пожертвуете более 60 долларов, в знак нашей признательности мы пришлем вам эту прекрасную Библию в кожаном переплете. Эта Библия в английском стандартном переводе сделана так, что ее легко читать, а также в ней содержится годовой план чтения Библии. Широкие поля идеально подойдут для ваших пометок, сделанных во время вашего ежедневного чтения. Помогите нам удвоить наше влияние. Более детальную информацию вы получите, позвонив нам или посетив наш веб-сайт. Спасибо за вашу поддержку служения Аллена Джексона. Вместе мы меняем этот мир. Многие из вас лично посетили служение пастора Аллена Джексона и церкви World Outreach в Миддл-Теннесси. Мы вдохновлены тем, что вы приезжаете к нам и свидетельствуете, и тем, что мы можем вместе поклоняться Господу. Если вы планируете к нам приехать, мы поможем вам спланировать вашу поездку. Зайдите в раздел «Визит» на нашем сайте, и вы найдете там информацию о гостиницах, времени проведения служений и о том, как нам легче добраться. Сообщите, когда вы планируете приехать. Мы хотим вручить вам подарок от пастора Аллена и сообщить, будет ли он проповедовать в день вашего приезда. До или после служения вы можете погулять по территории церкви, посетить нашу книжную лавку, попить кофе или отдохнуть. Зайдите на сайт и сообщите нам о вашем визите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok